Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня у нас новое видео на проекте Amazine Roller Play. Я надеюсь, что вам нравится то, что я вас радую частенько видосиками по Amazine. Сегодня будет реально топовый видосик, такое интересное разговорное видео. Сегодня мы поговорим про такую штуку, как бизнесы и что с ними произойдут после глобального обновления. У информация, которая взята из группы разработчика, именно разработчик, который занимается глобальным обновлением. И сегодня мы обо всем этом поговорим, я расскажу, какая есть у меня информация, в принципе, и просто, в принципе, выскажу свое мнение. Но перед этим я хотел бы напомнить, что в моей группе ВКонтакте проходит конкурс на 10 миллионов рублей, 10 призовых мест по миллиону. Ссылка на конкурс будет в описании, поэтому, пацаны, не ленитесь, участвуйте, шанс выиграть очень большой. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Amazine HolyPlay. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, давайте поговорим, в принципе, на эту тему. Я повторюсь, что информация бралась из группы разработчика, то есть информация будет достоверная. Как бы люди задают вопросы ему в группе, и он на них отвечает. И что он ответил, в принципе, насчет казино? То, что в глобальном обновлении никаких новых функций пока что добавлять не будут, но интерьер уже изменили. То есть в глобальном обновлении будет уже новый интерьер у казино. Я хотел бы на самом деле уже посмотреть, надеясь, что они в скором времени покажут нам скриншоты нового казино. Как бы я, конечно, не азартный человек, я не любитель казино, но было бы интересно просто посмотреть на интерьер. Итак, следующий бизнес, это у нас столовые. Столовые, пацаны, уберут в глобальном обновлении. Об этом, как бы, Рома написал, то, что столовые уже убраны давно. Сейчас на проекте они есть, точнее, на серверах, а в глобальном обновлении, как бы, их уже нету. Поэтому, пацаны, у кого есть столовые, то, как бы, ну, либо продавайте их, либо, скорее всего, вам просто дадут какую-то компенсацию. Идем дальше. Следующий бизнес, это у нас, получается, аптека. Я на самом деле думал, что аптеку уберут, но нет, ее не уберут, аптеки останутся. Возможно, там местоположение поменяется, но вообще, что с ними будет? Как бы, будь изменены аптеки или нет? Расположение пока что не знают, но функционал, да, у аптек будет новый, пацаны, функционал. Возможно, еще какие-то плюшки добавят, в принципе, поэтому аптека, бизнес, как бы, останется на проекте. И следующий бизнес, это, получается, у нас компьютерный клуб. И здесь какой-то ответ довольно-таки странный, как бы я до конца не понял. Тут человек спрашивает, хотел у вас спросить, с бизнесами компьютерный клуб что-нибудь будет, что-то новое в них добавят или уберут их. И здесь Рома ответил, тебе стоит присесть и такой смайлик странный. То есть, скорее всего, бизнес компьютерный клуб уберут полностью, потому что, если бы что-то добавили, он бы написал об этом. А так он написал, тебе лучше присесть, то есть, ну, это намек на то, что компьютерный клуб уберут. Теперь давайте я выскажу, что мне насчет, как бы, насчет казино, как бы, интерьер там поменять, там больше, в принципе, ничего делать не нужно, потому что есть кости, есть хайдаис, как бы, больше ничего с ним делать не нужно. Возможно, как-то внешне поменять казино можно сделать его как-то более по-другому, более красивее, но в целом казино изменять, как бы, не нужно. Только можно изменить интерьер и внешний вид. Саму систему, я думаю, трогать не нужно. Мне кажется, бизнес, столовая стоит убрать, потому что, ну, от него толку мало, как бы, я в столовую вообще не хожу. Из-за того, что вы, типа, не едите, у вас уходит ХП, Но в столовую, как бы, ну, я не хожу вообще И, как бы, я думаю, многие так делают Потому что, ну, смысла туда ходить нету Если можно просто, как бы, заюзать аптечку и все Как бы смысла постоянно ходить в столовую нету И поэтому в столовой очень маленькая финка Я вообще не понимаю людей, которые их держат Скорее всего, это люди те, которые их купили еще давно За, как бы, небольшие деньги И поэтому не хотят их продавать Возможно, им просто нравится этот бизнес Но я считаю, что столовая не нужна на серваке Потому что есть, как бы, аптека И там можно спокойно купить аптечку Вылечиться полностью, чем платить там Те же самые деньги, заехать в столовую Там компотик попить, либо куриный суп И так далее Следующий бизнес, пацаны, это аптека Вот аптека реально пиздатый бизнес Вот у моего друга, точнее у моих друзей Они брали бизнес аптека на двоих Типа в Батырево, которая самая центральная Которая ближе к ВЧ находится То именно в аптеке там финка От 400 тысяч до 600 тысяч Это на первом серваке И это довольно-таки неплохо И аптека существует очень давно Это такой старый бизнес И его, я считаю, нужно оставить И его только нужно улучшать И все Даже у меня была аптека, в принципе, в Южном И не один раз И мне этот бизнес очень даже нравился Реально прикольный бизнес И его убирать, я думаю, нет смысла Пусть, возможно, там поменять интерьер в аптеке Было бы тоже неплохо Потому что, ну, интерьер как-то приелся Который сейчас И хотелось бы увидеть какие-то новые плюшки в аптеке И новый интерьер Следующий бизнес Это, в принципе, компьютерный клуб Ну, блин, пацаны Да, прикольный бизнес Можно там пойти Поугарать Постреляться Типа Повыполнять задания Но Как бы хотелось бы чего-то нового Туда добавили Чтобы Было бы круто Если бы добавили, в принципе, в этот бизнес Компьютерный клуб Какие-то гоночки Знаете, типа, виртуальные Могли бы добавить Компьютерный клуб Ту же клетку, в принципе Которая находится в батарео в лесу Чтобы, типа, это тоже была Какая-то виртуальная игра И вы, типа, там Стрелялись друг с другом Вот так было бы круто А то, что есть сейчас Именно в компьютерном клубе Это, там, КС-очка И есть каждый сам за себя Каждый сам за себя Прикольная тема Потому что там, типа Если вы набираете Больше всех киллов То вам дается приз Как бы 50 тысяч Если его не убирать То лучше добавить туда Какие-то новые функции Новые игры Новые плюшки Чтобы, как бы Этот бизнес получил Вторую жизнь И люди снова начали туда ходить Ну, что ж Вот такое вот было разговорное видео Надеюсь, оно для вас было полезное Интересное Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Набирайте 200 лайков И выходит новое видео Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok